Продолжение следует... Влога, которые посвящены полностью прибытию и нашему отдыху в Крыму. Если вы их посмотрели, то круто, вы знаете, что вообще происходит. Если не посмотрели, то советую просто посмотреть сначала те выпуски и вернуться уже к этому выпуску и посмотреть этот выпуск, где мы отправляемся на гору Айпетри. Хей! Ютуб продолжает деградировать, и поэтому если не кормить мой канал, он не вырастет. Жмякай на паузу и поддержи видео лайком и рандомным комментом. Давайте вместе сломаем алгоритмы Ютуба. На следующий день, на этот день, когда мы должны были отправиться в гору Айпетри, я осознал для себя то, что я на катере вчера. Я обжег себе руки. Да, мы плавали днем, а как все знают, я надеюсь, вы тоже знаете, то, что днем солнце жарит очень сильно, чем же утром и вечером. Поэтому мы ходили на пляж всегда утром. Ну, в общем, я обжег себе руки, вот. Сегодня мы отправляемся на канатную дорогу. Мы попрем, значит, вон туда сегодня. Вот такая тачка. Неплохо, да? Неплохо. Сколько стоит, а? Что, куплю, куплю, да? О, у меня такие штуки дома есть. Декоративные такие штуки. Я эти делал. Такие эти панорамы. Утепленные, да? Не знаю. Ну что, друзья мои, мы отправляемся на гору Айпетри. Мы заранее договорились, и мы стали ждать автобус у кольца. Кстати, мы ехали на автобусе, который снимался в сериале «Сваты». Четвертый сезон, четвертая серия. Да, там даже рулика такая есть. После у нас были некоторые остановки. Обратите внимание, куда они наклонены. Почему наш виноград такой сладкий? Потому что виноградники наклонены в целом. Ну, потом нащупали, что оливы растут хорошо, как в Греции. Но дороже. Дороже. Кстати, посмотрите, сзади вас оливы. Ну, переделали на виноградник. Мы будем как раз над виноградником лететь в кабинку и в руки слове. Сейчас виноград не поспел, поэтому здесь на этом поле не интересно. А когда виноград поспевает, это светят. Когда все сидят в кабинке, я просто говорю, смотрите. Да не на виноградник смотреть еще. На кусты смотрите. Смотрите, сколько там глаз светящихся. Затем мы уже приехали на канатную дорогу, дождались своей очереди, купили билеты и отправились на вершину. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Скажу вам честно, вершина меня просто поразила, потому что я как человек... Скажу честно, первые впечатления просто бомбические, и ты не осознаешь высоты. То есть ты вообще просто не можешь представить, что там пропасть. просто... И все. Но это мощно, это круто, это мощно, это круто, это классно. Мама, готова! Вау! Что, высоко? Кстати, тут тепло. Я думал, холоднее будет. Здесь ветер. Сколько здесь метров? 1150. 1150 метров. Фау! Это намного выше, чем та башня в Дубае, Бурж-Халифа, на которой бегал Том Курус в фильме «Миссия невыполнима». Очень высоко. Жидкая высота здесь, конечно, вообще. Берут крючок, двух сторон крючок. Один крючок. Затем с экскурсоводом мы отправились пешочком через лес, через заповедник, к вершине самой горы Ай-Петри. Активно поднимаемся на вершину горы. Если кому-то удастся все-таки уходить в пропасть, не паникуйте. Вообще, в горах паника это последнее. Спокойно летите вниз и сразу смотрите направо. Там очень красивый вид. Так, ну а теперь мы с вами пройдем самым красивым путем, а возвращаться будем экскурсионным, чтобы вы могли сравнить. Где красиво, где... Гоу! Ну, мы пойдем. Мы по другому пути. И вот тут-то, друзья, случилось самое интересное. В пути моя батарея на камере глюканула. Я, честно говоря, перепугался, потому что думал, что я вообще ничего не сниму теперь. Я пытался ее восстановить, но некоторую часть я снимал на телефон. Вот. К обрыву осталось буквально 150 метров. Ну, может, чуть больше, чуть меньше. Поэтому можжевельник повезло больше. Можжевельник ползучий, или его называют... Например, все это рванем. Давайте познакомимся с этим растением. Вот, вот, вот. Благо, когда мы подходили уже к вершине, я все восстановил и продолжил съемку. В основном, сама вершина, она немного загорожена, а вот обрывы, которые идут немного сбоку, они нет. И ты как бы можешь подойти и осознать высоту, и прочувствовать это. Натяжка. Так, идти. Просто яду кровь, красиво. О-о-о-о! Тихо! У-а-о! Есть! Мужчины... Себя фотографируют, как называют этого мужчины? Окей! А-а-а! А-а-а! Че ты боишься? Мужчины... Это красота! Мам! Марин! А-а-а! А-а-а! Че-то пойдет и прыгает! И спрыгнет! О-о-о! О-о-о! А-а-а! А-а! Сироп, мам? А-а-а! А-а! А-а! А-а-а! 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 А-а! 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 Человек второе бейцовсты. А-а! А-а! Ходит на гости сто десять три метра! Тыща сто пятьдесят три метра! Тысяча сто пятьдесят три! А-а! А-а! Тущах. Фух.. Снал б я... Это месяц назад я бы лежал дома. Хехе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе... Хеха... Горный воздух! Горный воздух! Кто не рискует, тот не пьет вино в Крыму. Это ради фоточки. Они даже могут ниже спускаться. Так, я надеюсь, я не сниму здесь. Ничего себе. Здесь мы обыдем это перило, и после уже ничего нас не страхует. Здесь мы просто ползем по горе без страховки. Впечатление просто нереальное. Ты ощущаешь высоту, ты чувствуешь этот горный воздух. И там было, да, там было прохладненько, потому что все-таки высота. Но просто это нереально круто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Мы продолжаем находиться на вершине горы Апетри. В Крыму. В Крыму Апетри. Самая большая гора в Крыму. И сейчас мы подойдем еще к одному обрывчику, который тоже очень красивый. Белый, 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 Белый. СМЕХ ДЖЕК 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 После этого экскурсия, конечно же, продолжилась. Хотя уже практически наступал вечер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Скользко, аккуратненько. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Максимально быть Вот все, хорошо, спорт Дерево желаний Мы опять же прошли через лес Через который пришли И дождались автобуса И на автобусе мы отправились покушать Все вместе, экскурсии Кушать и пить вино В том ресторанчике, в котором мы приехали Была дегустация вин И я вам скажу, друзья мои Я не пьющий человек Я полностью от этого отказался Но Я испробовал И попробовал дегустацию вин На себе Я, конечно же, категорически вам не советую Употреблять алкогольные напитки Вообще Это вредит И Мне это навредило Потом уже Я это понял Это дегустация Просто вам говорю, что Чуваки Нет Мне надо было отказаться Я Немного не подумал Интересно, что Тут 30% Изабелла 70% Лидии Лидия у нас в Крыму поздний виноград Чтобы вы понимали И получился полусладковина Если по большому счету разобраться Изабелла 13% сивушных масел В чистой Изабелле Самое интересное, что Его пить нельзя Сивушный масло все знают, да? Что это такое? И так со зрением Проблема А еще Чуть-чуть попьешь И ослепнешь Самое интересное Что и добавили 30% Изабеллы Чтобы сделать полусладковина Лидия, лидия Да 70% лидия Мы не пьем В общем Я не пьющий Имейте ввиду Мы закончили На улице уже Темно Прилично темно Ложусь спать А я тут Рожу И вот мы добрались До Семиза Там я уже ничего не снимал Там я уже просто Отрубился И Лег спать Когда мы уже домой Конечно же приехали Вот такой вот Друзья День Достаточно Яркий Необычный И запоминающийся Запоминающийся На долгое-долгое время Впереди вас ждут Следующие дни Где мы отправились В Севастополь Дикарями И поняли Что Ну Дикарями Отправляться в Севастополь Такое Желось Такое Если ты конечно же Еще ничего не знаешь Что это такое себе Но Все равно Все равно Следующий выпуск Будет еще более интересней Так что Дождитесь У меня на канале День Это будет уже Получается Какой день День 4 Что Понравился видос Тогда поддержи его лайком И рандомным комментом А если хочешь оценить Другие видео То подписывайся на канал До скорого Юный Егрик Субтитры сделал DimaTorzok